Здравствуйте! В студии программы «Интервью дня» я, Глеб Полянский. В эти выходные на Барнаульском стадионе «Лабиринт» пройдет открытый чемпионат Алтайского края по стрельбе из лука. А сегодня у нас в гостях руководитель Краевой Федерации стрельбы из лука Алексей Дрянев. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте! Ну, про ваше увлечение в целом мы еще поговорим, но начнем с соревнований. Расскажите о регламенте немного, как это будет, сколько участников, ну и так далее. Соревнования состоятся в эти выходные, 4-5 августа. Начало соревнований в 10 часов, вход свободный, поэтому приглашаем всех желающих посмотреть на этот удивительный вид спорта. Мы пригласили ведущих спортсменов со всей Сибири, также приедут делегации из Казахстана. Планируется 50-60 участников соревнований. То есть приглашаются все желающие, чемпионат открытый? Это открытый, да, приглашаются все желающие, но, как правило, приезжает Сибирский федеральный округ и ближайшие регионы. Ну, а там существует спортивный регламент, то есть судейство? Конечно. Ну, во-первых, этот чемпионат, он внесен в единый календарный план соревнований Алтайского края, подписывается положение управления спорта и молодежной политики, и там каждое наше соревнование, каждая дисциплина, она рекламентирована. Но ведь в Алтайском крае не так давно, насколько я знаю, это все развивается. Совершенно верно. Все началось в 2014 году, когда собралась инициативная группа и решила восстанавливать, воссоздавать забытый спорт, как стрельба из лука в Алтайском крае. Но он, с одной стороны, традиционный, когда-то это было промыслом, когда-то это было военными технологиями, но, с другой стороны, технологии ведь шагнули далеко вперед. Сейчас луки совсем не такие, какие были в начале XX века, например. Ну вот вы принесли нам образец спортивного лука. Вот можно чуть подробнее о нем рассказать, что это за технологическое устройство, как оно работает и сколько стоит, самое главное? Вы правильно заметили, что на сегодняшний день спорт, стрельба из лука шагнул далеко вперед. Я держу в руках самое современное спортивное снаряжение – это блочный лук. Нужно заметить, что в стрельбе из лука есть две дисциплины – это классический лук и блочный лук. Блочный лук – это более совершенное спортивное снаряжение, которое имеет и приспособление для более точного выстрела, имеет систему стабилизации. Да, но такие противовесы, да, и они регулируемые, насколько я. Они регулируемые, но основное принципиальное отличие блочного лука – это в эксцентриках, которые позволяют сбросить усилия этого лука, и уже спортсмен более точно стреляет, потому что ему легче держать этот лук в растянутом состоянии. То есть в натяжении, вы мне вот до интервью говорили, что около трех килограммов как будто держишь в руке. Да, сейчас максимально разрешенное усилие этого лука – это 27 килограмм. В момент растягивания этого лука теряется, это сопротивление 27 килограмм, и спортсмен держит 3 килограмма. Благодаря вот этим эксцентрикам. Да, благодаря вот этим приспособлениям, эксцентрикам и системе тросов лук в момент максимального растяжения, ну, спортсмен держит в руке 3 килограмма. И это иллюзия, или в нем применены какие-то и современные материалы – алюминий, карбон? Из чего он сделан? Ну, вообще, лук состоит из очень простых деталей. Это ручка, это плечи, да, это из композитного материала. Вот, это система стабилизации, понятно, что тетива, полочка, вот, и сами стрелы. Ну, что ж, Алексей, спасибо, что продемонстрировали нам свой спортивный инвентарь. Ну, всегда вопрос, сколько это стоит, потому что, ну, на вид стоимостью с автомобиль. Но, реально, сколько стоимость этого лука? Ну, стоимость этого лука порядка 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей. Ну, в принципе, это иллюзия, что это дорогой вид спорта, но это неправда. Для начинающих лук стоит в районе 5-7 тысяч рублей. То есть, начинать можно с малого. И самая прелесть этого вида спорта, что он общедоступен. Заниматься можно в любом возрасте, в любой физической форме. Можно носить очки, они мне нисколько не мешают. Вот, поэтому мы приглашаем всех посмотреть на наш вид спорта на этих соревнованиях. Ну, и попробовать себя в этом виде спорта, получить замечательное хобби, замечательное увлечение. Ну, ведь без тренера, без наставничества очень сложно заниматься. Где у нас в Алтайском крае можно попробовать свои силы? У Алтайской краевой федерации стрельбы из лука имеется свое спортивное помещение, где мы отрабатываем навыки стрельбы из лука. Это Настровского 31, наш клуб. Мы тренируемся там круглый год. К сожалению, но на сегодняшний день Алтайская краеведерация стрельбы из лука не имеет площадки на улице. Вот, мы радуем на то, что нам краевые власти выделят земельный участок под строительство лукодрома, и мы мечтаем об этом. Я думаю, что у вас все впереди, еще это только начало пути. Но мы не поговорили о стрелах. Вот вы принесли несколько образцов. Насколько я понимаю, стрелы индивидуальные. Да, стрелы индивидуальные. Сделаны тоже из современных очень материалов. Вот чуть подробнее о них расскажите. Стрелы есть зимние, есть летние. Зимние они потолще. Летние они имеют более тонкий диаметр для того, чтобы порывы ветра... Меньше зависит от этих колебаний. Вот, есть алюминиевые стрелы, есть алюминиевые и карбоновые стрелы. Вот, они подбираются индивидуально для каждого стрелка, режутся на определенную длину расдержки. Регламент это позволяет, да, чтобы стрелы разной длины были? Да, регламент позволяет, но он регулирует сам диаметр стрелы. А если она толще, это делает ее более стабильной? Мы стреляем в зале максимально большим диаметром для того, чтобы иметь большую вероятность попадения или захвата. А, определенные зоны в мишени. А определенные зоны в мишени. А летние они тонкие для того, чтобы погодные условия на них не влияли. Потому что мы летом стреляем на дальние дистанции. На этом чемпионате мы будем стрелять 70 метров. Это очень интересная дистанция. Вообще реально с такого расстояния попасть? Ну, вообще мужчины стреляют максимально дальнюю дистанцию, это 90 метров. То есть это предел? Десятка в диаметре составляет 12 сантиметров. Ну, то есть практически на 100 метрах нужно попасть вот в такую окружность. Совершенно верно. Ну, мне кажется, некоторые даже из огнестрельного оружия на таком расстоянии не попадут. А уж из лука, который ты держишь в своей дрожащей руке… Да, бытует мнение, что лук сам умеет стрелять в десятку. А мастерство стрелка заключается в следующем, чтобы ему не мешать. Вот, поэтому, ну, все-таки есть у человека, есть генетическая память, память предков. Вот, и многие ее восстанавливают, если начинать с раннего возраста заниматься стрельбой из лука. Ну, а более в зрелом возрасте это приходит с многократными тренировками и повторениями. Потому что не главное попасть один раз в десятку, главное многократно это сделать стабильность. Ну, и насколько говорят историки, что лучники древности, на самом деле, могли выпускать гораздо большее количество стрел в минуту, чем нам сейчас кажется. Просто мастерство потеряно в определенной смысле. В прошлом году мы совместно с Алтайским государственным художественным музеем проводили выставку, посвященную стрельбе из лука. Вот, стрельба из лука, она имеет исторические корни, она имеет элементы искусства, и она замечательный вид спорта, весьма интеллигентный, весьма привлекательный и весьма индивидуальный. Почему? Потому что мы не соревнуемся со спортсменами, мы в первую очередь соревнуемся сами с собой. То есть это индивидуальный вид спорта. Это и спорт, и искусство. Алексей, спасибо вам за интересную беседу, время наше подходит к концу. А я напоминаю, что в студии программы «Интервью дня» сегодня был руководитель Краевой Федерации по стрельбе из лука Алексей Дрянев. До встречи в эфире.